Дворец труда, он же дом союзов, он же дом культуры профсоюзов, он же унитаз. Великий октябрь в 1917 году провозгласил в нашей стране власть советов, власть народа. Вся работа по привлечению рабочих и служащих к делам производства была сосредоточена в профсоюзах, которые становились для масс по определению Владимира Ильича Ленина школой управления, школой хозяйствования, школой коммунизма. После революции и провозглашения советской власти профсоюзное движение набирает силу. Профсоюзам нужно разбирать ошибки, радоваться успехам, утверждать планы. Не к лицу им скитаться по съемным залам. Для собраний нужен свой дом. Ну вот, скажем, в Москве. Вполне подойдет для этого дом благородного собрания. В мае 1913-го здесь еще пышно отмечается 300-летний юбилей дома Романовых. И на фасаде видна надпись «Боже, царя храни». Но уже через 4 года в 17-м приходит новая религия. И теперь на карнизе красуется дом союзов. Но дома союзов не только реквизируют, но и строят по всей стране. По народным здоровьем важнейшая обязанность профсоюзов. Многие заводы и фабрики создали дома отдыха для своих рабочих и служащих. В замечательных здравницах, в горах и в море созданы наилучшие условия для отдыха трудящихся. Но все-таки что-то не дает покоя этой новой власти. Чувствуют они себя, словно не на своем месте. Чего я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых. И хочется это место как-то обозначить. Более торжественно, по-старому. И в крупных городах дома союзов часто называют дворцами. Волгоградский дом союзов стал унитазом не сразу. В 1957-м было построено это здание, включающее в себя полукруглый объем, выходящий на проспект Ленина, центральную улицу города, и объем прямоугольный с внутренним двором. Форма здания предельно проста, как и положено архитектуре сталинского ампира. Здесь вся соль в деталях. Богатый декор залов с коринфскими колоннами. Они же и на фасаде. Коринфский ордер с некоторыми доработками вообще пользуется особым успехом у советских архитекторов. Но основным акцентом должен стать профиль вождя народов на карнизе и его лозунг. Труд в СССР. Дело чести, славы, доблести и геройства. Иосиф Сталин. Но пока проект утверждали, наступил 53-й. Охваченные глубокой скорбью, тысячи москвичей вышли в это утро на Красную площадь. Не стало Сталина. Пока объект строили, состоялся 20-й съезд КПСС, на котором был осужден культ личности вождя народов. Партия открыта. По-ленински смело осудить порожденные в период культа личности Сталина ошибки и извращения, которые стали тормозом для движения вперед. Мы уверенно идем вперед по единственно правильному пути, указанному нашим учителем, великим Лениным. И подпись Сталина на фасаде не появится. Равно как и портрет. Теперь здесь профиль Ленина. Считает комитет профсоюза первого государственного подшипникового завода. Остальной же декор остается согласно проекту без изменений. По обе стороны от Ленина два горельефа. Они абсолютно одинаковые. Но хитрость в том, что горельефы не зеркалят друг друга относительно центральной оси здания. А именно повторяют слева направо. Поэтому мы не видим одновременно одинаковые элементы и понять, что фигуры повторяются можно только обойдя здание по кругу. Персонажи объединены в шесть тематических групп. Первая группа – военные. Дань героическому прошлому города. Вторая группа – солдат возвращается к мирной трудовой жизни. В его отсутствие на заводах трудились женщины и дети. И мальчик протягивает ему шестеренку. Сталинград после войны – крупнейший промышленный центр Союза. Их отцы и деды мужественно стояли за Сталинград. Третья группа – крестьяне. Помимо развитой промышленности, Сталинград является крупным сельскохозяйственным центром. Женщины торжественно несут снопы пшеницы. А их благодарит за труд, вероятно, агроном или директор колхоза. Никогда еще на наших степных землях мы с вами не смирали такой богатый и такой обильный урожай, как в этом году. Откуда же это такое чудо? А может, нам помог сам Господь Бог? Нет, дорогие хлеборобы, это чудо свершили вы сами, своими руками. Четвертая группа – строители. В дни Сталинградской битвы город был разрушен полностью, уцелело менее 10% зданий. И восстановление города идет ударными темпами. И спят до утра рыбаки, и дикую песню, душевную песню поют у родной реки. И звуки той песни протяженной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего брата, и сын вспоминает отца. Пятая и шестая группа – Сталевары. В Сталинграде на тот момент работают крупные металлургические производства. Красный Октябрь и Сталинградский трактор. Я люблю свой завод и горжусь тем, что я современный рабочий. И если бы Дом Союзов оставался таким, каким его придумал Масляев, и не было бы у него такого смешного прозвища. Но позже к объему номер один пристраивают объем номер два – профсоюзную гостиницу. И теперь сомнительных ассоциаций кажется не избежать. Ну вот была бы она чуть ниже или чуть выше. Кто знает, может быть, волгоградцы и не разглядели бы того, что разглядели. Ну уж очень точные пропорции. Да и бачок архитекторы дополняют цилиндрической кнопкой. И теперь, по сути, совсем не важно, какая табличка будет висеть на фасаде. Волгоградцы будут ласково называть это здание «дом-унитаз». От каждого из 130 миллионов членов Советских профсоюзов зависит рост и могущество многонационального социалистического государства. благосостояние его граждан, мир на земле. Да, чуть не забыл. Под видео такая кнопочка. Нажмите, чтобы подписаться. Для меня это важно.